В здании торгово-промышленной палаты в рамках цикла «Встречи на Ильинке» состоялся деловой завтрак с президентом Российской Академии Наук. Начинаем встречу. Первое слово Александру Михайловичу Сергееву, президент Российской Академии Наук. Торгово-промышленная палата, как мне представляется, это очень важная площадка, на которой нам бы хотелось найти понимание того, как нам все вместе в стране сделать науку производительной силой экономики. Это важнейший, я считаю, сейчас вопрос не только для науки, не только для экономики, а вообще говоря, для будущего страны. Когда мы говорим, что мы должны обеспечить темпы роста экономики не меньше среднемировых, то, конечно, можно говорить о каких-то организационных или законодательных инструментах, но при этом мы должны понимать, что все вот эти приросты, которые мировая экономика дает, они в основном обеспечиваются за счет науки и технологий. Президент Российской Академии Наук ответил на многочисленные вопросы представителей деловых кругов о роли Академии в выполнении указов президента РФ в области реализации научно-технологической политики, генерирования и реализации инновационных проектов в самых разных отраслях и регионах, в развитии системы образования и подготовки кадров. О тесном сотрудничестве региональных палат с местным научным сообществом упомянул вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Александр Макаров. Я хочу сказать, что региональные палаты уже очень глубоко интегрированы с местным научным сообществом. Ну, в частности, примеры вы слышали, так вот у нас на Урале мы регулярно проводим так называемые крупные научно-практические конференции и встречи, где палата выступает вместе с УРОРАН, кстати, УРОРАН, как и несколько его институтов, являются членами Уральской торгово-промышленной палаты. Мы выступаем организаторами вот этих мероприятий. В частности, провели несколько крупных конференций, на которых ведущие ученые дискутировали с главными специалистами предприятий. Своим мнением о потенциальном взаимодействии торгово-промышленной палаты и Российской академии наук поделилась председатель комитета ТПП РФ по развитию системы закупок Ольга Пелехатая. Есть общественная организация торгово-промышленная палата, которая есть во всех регионах нашей страны, и есть отраслевые ассоциации, которые тоже вводят в торгово-промышленную палату. И вот это уже инструмент для того, чтобы можно было устраивать взаимоотношения между бизнесом и Российской академией наук. О системной работе предприятий с наукой рассказал президент Вятской торгово-промышленной палаты Николай Липатников. Я буду верным вашим выступлением, потому что вы сказали то, о чем мы думаем, наука думает, перед тем, как всегда. Поехать я рыл переговоры с учеными Кировской области, Кирова, Цитовкара, с Коми, с теми, с кем я работаю, это академики Российской академии наук. По завершению завтрака мы взяли комментарий у президента Союза Тульская ТПП Юрия Агафонова. То, что готово сегодня у науки, это надо брать. И вот торгово-промышленные палаты в этом плане представляют хорошо отработанные инструменты. У нас есть все необходимое для того, чтобы передовые вот эти научные разработанные проблемы внедрить. У нас есть авторитет и влияние, у нас есть крупные организации, как члены палаты, с одной стороны, они заказчики. И вот наша задача объединить усилия науки с готовыми решениями и проблемы реального сектора, которые есть сегодня. И вот у палаты это дело должно получаться. Ну и, конечно, вот услышать из уст президента Академии наук современные взгляды, которые есть в Академии, вот образовательные центры, вот те композитные долины, вот про которые я говорил, создаются в Туле. И проверить, туда ли мы идем, это очень здорово. Очень хорошее, полезное мероприятие, и я очень удовлетворен тем услышанным. Редактор субтитров А.Семкин